Гопсосмыка А вот сегодня на мою кухню поздним вечером пришли два порадочных человека. Это Евгений Бунтов и Александр Кулаев. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос к вам. Вот, Женя, я так поспрашивал втихушку. Мне сказали, что ты и поэт, и писатель, и киношник, и художник, и композитор, и телеведущий в прошлом. В общем, я не понимаю, с такими возможностями и на свободе. Наверное, это у тебя с детства такой творческий порыв, и столько сразу же жанров в тебе умещается. Но меня больше, так сказать, интересует немного в сторону песни «Уклон», если можно поподробнее. Ну, что касаемо песни, это, наверное, самое главное в жизни, потому что все начиналось у меня с пионерских костров, где как раз и хулиганские даже песни, и дворовые песни были очень популярны. И вот сегодня песня, которую я хочу представить, она где-то в пионерских лагерях, мною подцеплена в начале 70-х. Вот можно понять, что мы пели тогда. Песня самое главное, а все остальное, так сказать, рыночные отношения заставляют подстраиваться под жизнь, и то там, то сям. Волка ноги кормят, и творческого человека тоже. То есть то, что сейчас вы хотите показать, это не ваше произведение? Это произведение, да, называется, наверное, в жанре дворового романса, вот такое произведение, наверное, вот так вот. То есть то, что мы пели в детстве… Автор неизвестен. Автор неизвестен. В начале 70-х где-то она блуждала по пионерским лагерям, в начале 80-х, когда я научился играть на гитаре, я ее сразу же подобрал. Я всю жизнь помнил все слова у нее, и поэтому пою ее до сих пор. Сводил с ума пионер-вожатых и первоотрядниц, наверное, да, этой песней. Всяко было. Да ладно, не вздыхай. На душе у нас тревога, хулиганов стало много, хулиганы мешают нам жить. То в окошко камень кинут, из кармана ножик вынут, брат сказал, пойду в милицию служить. Заявляюсь я к Наташе в милицейской форме нашей при фуражке, ремень на боку. А Наташа отвечала, ты дурак, я это знал, а ты легавый, ты не нужен никому. И не стал я с ней ругаться, и не стал я пререгаться, а пошел от нее прямо в парк. В парке музыка играла, а под деревом стояла та, что бросит за вечер трояк. Я решил к ней подвалить и мозги ей закрутить, шуры-муры травивали, как вас звать. Она шепнула, Надя, кто-то стукнул меня сзади, и давай меня под музыку пинать. Я кричу, ребята, что же, без разбора бить по роже, с ног сшибать и валять по земле. Я ведь тоже могу двинуть из кармана, что-то вынуть и размазать кое-что по щеке. А они меня не слушать, дали мне сапог понюхать, и недолго осталось мне жить. Правый глаз нашел я тут же, челюсти вытащил из лужи, а из челюсти зуб мудрости торчил. Меня долго зашивали, шпаклевали. Врач сказал, пойдешь гулять через годок. Так же будешь ты встречаться, так же будешь целоваться, Только пищу принимать через пупок. Глаз почаще вынимай, да почище протирай, Челюсть на ночь в стаканчик ложи. А когда будешь говорить, на жопу пальцем надави, Чтоб твой голос услышать могли. Я ушел из опергруппы, инвалидом первой группы, И недолго осталось мне жить. Брат, услышав мой рассказ, бросил форму в унитаз, Не пойду кричит, в милицию служи. Брат, услышав мой рассказ, бросил форму в унитаз, Не пойду кричит, в милицию служи. А вот наш архивариус, например, человек, который знает все, Он говорит, мне в ухо шепчет, что он слышит, Что в этой песне должны быть какие-то матерные слова, Но они оттуда тобой заранее убраны. Так ли это? Дело в том, что эта песня исполнилась в данный момент так, Как я ее услышал. То есть она, видимо, после перередактора ко мне уже попала, Но в принципе всегда можно дописать и восстановить По наитию справедливость, так сказать, песенную. Мы сейчас их перечислим, которые, наверное, они там должны быть. Ну, наверное, в другой программе мы перечислим ее, да. После программы. Ну, а вообще само понятие русский шансон, Оно как-то у тебя, как-то вообще укладывается в голове, Что русский шансон. Это вот отражает то, что мы поем, вот какие песни, Отражает или нет? Дело в том, что... Потому что очень много разных мнений. Не нами ведь созданы эти формулировки, И если люди уже идут по этому пути, Заявляют, что они в этом жанре работают. Мы слишком поздно родились, чтобы обсуждать русский шансон, Французский. Какой у нас вот есть? Я что хочу попросить тебя, Женя, представь, пожалуйста, Кто с тобой пришел. А на гитаре мне помогал Александр Кулаев, Гитарист, мой помощник. Вы давно вместе работаете или где-то ездите вместе, выступаете? Ну, несколько лет мы, да, как бы дуэт. Пока ничего мы вместе не написали, Александр просто мне помогает аранжировки делать. Не заканчивал что-нибудь? Ну, заканчивал музыкальную школу, да, по классу баяна. Это было очень давно. А на баяне Мурку слабо? На баяне немножко играю, Но у меня в основном вся дальнейшая музыкальная деятельность с гитарой и с клавишами была связана. Я вот всю жизнь мечтал научиться играть на баяне и на саксофоне. А научился играть на трубе и на гитаре. И вот мне никак. Как я бы сейчас с удовольствием на баяне играл, потому что как раз это в жанре такой баянчик и гитаре. Есть такая хорошая поговорка, когда не имеешь того, что любишь, любишь то, что имеешь. Ну, да, приходится. Это как раз для нас. Вот я сейчас видел, ты принес диск, называется «Войны, незаконченный круг». Если можно чуть-чуть буквально о нем расскажи нам. Ну, по своей работе я являюсь руководителем культурного центра «Солдаты России» и занимаюсь изучением, сбором, пропагандой культурного наследия локальных войн. Основное – это песни и стихи. И вот мы записываем как бы солдатский фольклор, сегодняшний, вот приближаемся сейчас к старинным казачьим солдатским песням, для того, чтобы что-то сохранить как-то. Вообще какое-то страшное название – «Культурное наследие войн». Оно вообще совершенно, да, как крест, два перпендикуляра, но, тем не менее, это единственное, о чем мне интересно говорить после войны. О том, что остаются – стихи, песни, байки, шутки, картины, ну и так далее. А это все остается. А скажи, пожалуйста, вот, наверное, ведь там какие-то концерты проходят, кто-то туда ездит. Наверное, сам ты тоже ездил. Ну да, временами мы катаемся, выступаем. А как они относятся вот к таким песням, которые вот, как мы говорим, хулиганские, шансоновские? Там есть, конечно, элементы, так сказать, хулиганского взгляда на жизнь, но в основном это, конечно, более серьезные вещи. А вот такие песни поем, вот в кухонной, вот как у вас в кухонной, вот такая вот душевная, у теплой батареи атмосфера. И когда мы в окопах в Афганистане были, я же был в Афганистане, мы же не пели там, понимаете, «Вперед за Родину, ура!» Мы вот такие вот песни пели. Ну так, а насчет песни, ребята, есть еще что-нибудь? Ну вот пели еще вот такую вот песню, ну она, наверное, очень известна, тоже детства такого. По кривой, по прямой, извилистой дороге Ехал без колес и грузовик, Ехали коллеги на поминки, А без руки вел свой грузовик, Вдруг из леса выскочила банда, Грузовик пришлось остановить, Тут немой глухому что-то крикнул, А без глаз и взял свой дробовик. Вот раздались выстрелы слепого, Пятеро упало в тот же миг, Остальная банда разбежалась, А без ноги бросился ловить. По кривой, по прямой, извилистой дороге Ехал без колес и грузовик, Ехали коллеги на поминки, А без руки вел свой грузовик. Но это-то откуда-то оттуда же, Вот из тех же времен, по-моему, Это абсолютно, это вот они рядом стояли, Там еще какие-то были, В тропическом лесу купил я дачу и так далее. Уважаемые слушатели, у нас в гостях был Евгений Бунтов и Александр Кулаев. Ребята, огромное вам спасибо, Доброй вам ночи, всего доброго. До свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok